Всем привет! Сегодня мы с вами поговорим о кресле от компании Joy. Это бренд, который навел шуму за последние несколько лет на рынке и колясок, и автокресел. Потому что они, знаете, вошли на рынок не просто постучавшиеся, а с ноги открыли дверь и предложили очень хороший модельный ряд и кресел, и колясок, друзья, который имеет очень хорошее соотношение цена и качество. Причем качество, мне кажется, ощутимо выше той цены, за которую это все продается. Например, сегодня мы с вами будем смотреть модельку iPlenty, называется, категория 1, 2, 3. Это 76 сантиметров до 150 сантиметров роста ребенка. И это практически топовое сейчас решение, одно из, конечно же, особенно за вот эти деньги, что оно стоит, друзья. Ссылка на мир автокресел будет внизу, после обзора пойдите, посмотрите. Вот, ну а мы с вами разберем, что это кресло из себя представляет. Кресло действительно очень достойное получилось, с кучей фишек, которых я не встречал даже в более дорогих креслах от других компаний, скажем так. Итак, вот, напомню, 1, 2, 3 категории, это универсальное кресло с 9 месяцев, грубо говоря, до 12 лет. Ну, понятно, в 12 лет ребенок уже в кресле не захочет сидеть, дело ясно. Вот, среди кресел 1, 2, 3 категории, это все-таки компромиссное решение. Всегда лучше, если есть возможность, купить отдельную группу, но это всегда дороже. И если же вы все-таки хотите купить универсальное, то не берите это в дешевом сегменте, потому что там сильно все будет проще. А если вы хотите достойную безопасность, лучше что-то из таких лучших вариантов смотреть. И вот, в первую очередь, если не хотите лишнего переплачивать, на вот эту модельку обратите внимание. Что хочу сразу о безопасности сказать. Кресло прошло обязательный краш-тест и все, имеет соответствие сертификату безопасности i-size. А это очень требовательный сертификат, скажем так, для безопасной перевозки детей в автомобиле. И, соответственно, кресло, если проходит под этот стандарт, ему смело можно доверять ребенка. Ну, а здесь действительно куча фишек интересных. И, в первую очередь, давайте начнем с ткани, с посадки и уже дальше пойдем. Соответственно, что касается материалов, у нас перед вами серия Flex Signature. А это серия, которая всегда имеет интересный дизайн и более крутые ткани. Здесь, кстати, вентилируемый каркас. Пластик здесь используется очень качественно. У пластика тоже есть, кажется, стандарты свои, понимаете. И здесь он самый топовый. Плюс здесь в каркас для жесткости конструкции вживлен стальной каркас. Стальной, друзья. И оно, я не сказал, что очень тяжелое при этом. Поэтому вентилируемый каркас. Очень крепкий, жесткий, встроенный стальной каркас. Это просто... Ну, в общем, топовое решение, на самом деле. Такое вы мало где найдете, друзья. Вот. В общем, с безопасностью все хорошо. Кстати, про безопасность пока еще не забыл. Сразу вам скажу. В комплекте, кстати, идут направляющие для Isofix. Они всегда будут идти в комплекте. И идет система, которая гасит у них дополнительно энергию удара при боковом ДТП. Он называется Side Impact Protection. Вот такие вот штучки, скажем так. И их две идут в комплекте. Можно их две установить. Но со стороны салона большого смысла, друзья, нет ставить. Потому что, ну что вам в салон вот это вот будет торчать. Дверь аж там где-то. Поэтому она не рабочая со стороны салона. Ставим там, где у нас дверь. Очень просто это все вставляется. Все вставили. И очень легко снимается, если она вдруг вам мешает. Вот, соответственно, установили с одной стороны, где дверь. И все. Дальше. Что касается материалов. Очень приятные ткани. Прям вот очень приятные. Вот Flexignature серия делает ткани прям обалденными. И могу смело из своего опыта личного сказать. Вот эти вот ткани, они долгожители. И при эксплуатации в несколько лет, каждодневной, они все равно выглядят хорошо. И не теряют сильно товарный вид. Поэтому ткань прям огонь. Стирайте до 30 градусов. Главное, чтобы она не села. Вы ее смогли потом одеть. И все будет хорошо. Что касается наклона. Друзья, здесь можно сразу подумать по креслу, что будет капсульного типа. То есть, ножки будут подниматься вместе со спинкой, наклоном. Здесь же другая степа используется. Вот таким образом это выглядит. Просто съезжает вперед и наклоняется ребенок. Это ничем не хуже на самом деле конструкция. Все равно ребенка ножки чуть-чуть выше расположены, чтобы меньше затекали. Поэтому вот эта посадка очень хорошая. Вот угол наклона, я считаю, очень достойный. Потому что в дальней дороге мы хотим, чтобы ребенок спал. Здесь голова под своим весом вперед не свисает. Поэтому все хорошо. Очень мягкий, мягкий, прям действительно мягкий подголовник здесь еще используется. Так, ребята, друзья. В общем, ребенок у нас, когда маленький, он пятиточными ремнями пристегивается. Здесь тоже антискользящая поверхность на мягкой накладке используется, чтобы при ДТП ремень меньше травмировал. Он просто прилипает. К ребенку, условно, конечно. И ребенок меньше скользит, тем самым ремень меньше травмирует его. Потом, когда ребенок уже дорос до 105 сантиметров, по-моему, производитель здесь даже заявляет, что можно с ремнями до 19 килограмм кататься. Вот. Ну, в общем, пока ребенок влазит в пятиточечные ваши ремни, вот, вы катаетесь с ремнями. Потом, когда уже уперся, все мешают, ремни прячутся здесь в специальную нишу внизу. И мы используем автомобильный ремень. Кстати, если вдруг у вас в автомобиле нет системы Isofix, не переживайте, это кресло можно пристегивать и ремнем в 2-3 категории без проблем. Вот сюда проводим ремешочек. Все. Вот так это все выглядит. Обязательно высоту подголовника регулируем так, чтобы было не больше двух пальцев. Вот один палец есть. Я это в каждом обзоре говорю, но буду говорить и дальше, потому что это очень важно для безопасности ребенка. Просто будет 3 пальца, ремень на горле. Очень плохо. Ремень должен быть на плече и груди. Поэтому регулируем подголовник по высоте именно таким образом. Так что вот так мы пристегиваем ребеночка уже постарше. И до победного он пристегнут у нас таким образом. Так, убираем. Так, давайте теперь посмотрим, друзья, как его можно пристегнуть. Смотрите, используется система Isofix. Вот тут у нас спереди есть рычажок. Подтягиваем. Он жесткий, полностью металлическая балка. Единственное, что мне не нравится, он не регулируется по наклону. Когда он регулируется по наклону, тогда легче его установить. Просто есть автомобили, у которых Isofix не прямо вот так расположен, а чуть глубже. Соответственно, вот такая система менее удобна в установке. Ну, в общем, пристегнули Isofix. Но нам еще нужно пристегнуть с вами якорный ремень. Куда-то повернул. Вот он, якорный ремень. Вот так с помощью кнопочки мы его регулируем. И вот здесь у нас намотан ремень. Он огромный, около двух метров. Вот. Чтобы вы могли установить в любой автомобиль без ограничений. Если у вас седан, за подголовником будет скобка, куда вы прикрепите. Если любой другой кузов, обычно на спинке сиденья, или же уже где-то скобка в багажнике. Поэтому запас ремня здесь большой. Так. Все. Щелчок, щелчок. И производитель всегда рекомендует, когда мы пристегнем, якорный. Все это дело натягиваем. И задвигаем кресло до конца, чтобы оно было максимально задвинуто. И только тогда, как заявляет производитель, мы достигаем максимальный уровень жесткости в крепеже самого кресла. Поэтому имейте в виду. Кстати, еще один момент забыл сказать. Как по мне, прикольную фишечку они придумали. Пока не забыл, назову. Смотрите. В креплении всегда используется металл. А здесь вот магнитик. Когда мы хотим посадить ребеночка, чтобы ребенка не сажать на ремни, потом из-под него их выковыривать, не выковыривать. У нас здесь сбоку есть вот такие магнитики, за которые мы просто вот так вот защелкнули. Это и у немцев. У того же Britax было такое же решение использовано. Как по мне, очень прикольная тема. Почему все так не делают, непонятно. Копеечное решение. Ну вот экономит. Так, собственно, что я хотел рассказать, друзья. Я вам все рассказал. Добавить мне больше нечего. Я считаю, что особенно вот Flexi Nature серия, у Джоев, особенно вот эти новинки, они действительно очень интересные. Одни из самых лучших кресел сегодня на рынке, если вы не хотите переплачивать за там топовых немцев, Нидерланды, итальянцев. Вот. Это очень-очень достойный им конкурент. Прям он им в принципе не уступает технически. Вот. Он просто такой менее пафосный бренд, что ли. Вот. Во всем остальном, он, как говорится, достоин внимания и уважения. Особенно учитывая, что вы получаете за эти деньги. Напоминаю, ссылка внизу есть в описании. Вот. В общем, я закончил. Вопросы остались задавайте. Напоминаю, ссылка внизу, пройдите там все, посмотрите. День в день вам курьер все привезет. Можете даже два кресла заказать, вам два привезут, выберите, одну он увезет. Вот. Вопросы остались, пишите в комментариях, на все отвечу по возможности. Так что всем удачи, пока!